18 января Таинство освещения воды провели в штабе Черноморского флота Российской Федерации. Протеиерей Александр Бондаренко ослужил молебен, на котором присутствовали офицеры, матросы и гражданский персонал штаба. После этого будут освещены все помещения штаба Черноморского флота, чтобы Господь своей благодатью просвещал, умножал любовь, силу духа и крепость. И самое главное, чтобы каждый, так как воинское служение – это жертвенное служение, укреплял военнослужащих на этом служении по защите нашего Отечества. 19 января тысячи людей пришли к Свято-Владимирскому собору в Херсонесе, чтобы помолиться и осветить воду. Ведь считается, что в этот день она наполняется чудесными свойствами, которые сохраняются в ней на протяжении нескольких лет. Хрещение – это вообще святость, это святой праздник для всех. Я всегда хожу сюда на хрещение, посвящу водичку, пойду к морю, окунусь в море. Это очень большой праздник, мы пришли воду сегодня посвятить, пусть будет вода такая чистая, праздничная на весь год. После Божественной Литургии в Свято-Владимирском соборе состоялось освещение воды. На праздновании хрещения Господнего присутствовали и власти города. Я уже не первый раз здесь и заметно людей больше. Людей больше, потому что люди в Севастополе отлично понимают, что только в единстве, только вокруг христианства мы можем объединиться. Это единственная святыня, которая объединяет все политические партии, всех людей, все конфессии, всех людей, которые искренне верят в хорошее, доброе. Священнослужители, казаки, прихожане и жители Севастополя прошли крестным ходом от Свято-Владимирского собора до берега Черного моря, где состоялся чин освещения акватории. После этого все желающие смогли окунуться в воду, а их было немало. Десятки людей с радостью ныряли в январские волны. Стараемся каждый раз купаться на крещение, не пропускать такого события. Ощущения очень хорошие, как будто заново родились. Вообще не холодно. Здоровское ощущение. Я чувствую себя отлично. Вода хорошая. Купайтесь, не бойтесь. Он даже сына послала. За купающимися верующими следила группа спасателей. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям разбили палатки, чтобы в случае необходимости обогреть и оказать первую медицинскую помощь нуждающимся. Выставили посты здесь, в Херсонесе. Здесь работают водолазы, здесь работают наши аварийно-спасательные отряды с помощью плавсредств, для того, чтобы этот праздник прошел безопасно, без всяких, чтобы не обрачил никого. 19 января, кроме акватории морской, традиционно осветили и пресную. Чернореченское водохранилище. Традиционно мы в Севастополе совершаем чин великого освящения воды на Чернореченском водохранилище. У всех в домах будет освященная богоявленская вода. Эта традиция, замечательная традиция, она позволяет нашим севастопольцам, и особенно севастопольцам, которые не могут в этот день прийти в храм, инвалидам, людям с ограниченными возможностями, получить воду сегодня из крана в своих домах. Благодаря церковному обряду, который провел Сергей Халюта, жители Севастополя смогли набрать освященную крещенскую воду прямо у себя дома, просто открыв краны. Елена Карнохова, Дмитрий Слизовский, Олег Ивашенко. Программа «Наше время».